В российских ресторанах падает оборот. С начала года он снизился почти на полтора процента. Впрочем, кризис на этом рынке начался еще в 2014 году. Рестораторы пытаются выжить. Кто-то делает ставку на постоянных гостей, кто-то открывает новые необычные заведения. Какие кафе появились в Сибири, остались ли те, кто открывался в 90-е, и каким станет рынок общепита через несколько лет, расскажет Юлия Боброва. Мясо с дымком под копченые виски. В этом новосибирском баре коптят буквально все. Начиная от закусок и заканчивая напитками. Даже чай и тот с характерным запахом. Бар коптильня открылся недавно, но клиентов десятки. Людям любопытен новый формат. Такого в Новосибирске еще не пробовали. Мы такое же видели за границей. Что-то похожее, не такое. Потому что в каждой стране своя изюминка по приготовлению мяса. В России она тоже своя. Мы считаем, что это очень перспективное направление. Во-первых, потому что такого заведения еще в Новосибирске нет. Подобных заведений, несмотря на кризис, в Сибири появляется все больше. Но работать с таким форматом берутся далеко не все. Томич Евгений Давыдов решил не рисковать. У него уже была своя компания по доставке пиццы. За четыре года ее работы появились постоянные клиенты. Поэтому, когда Евгений решил расширяться, долго раздумывать над концепцией не стал. Открыл классическую пиццерию и включил в меню те же блюда, что были в доставке. И не ошибся. У нас вывески нету. Даже фасад не отделал. Но по вечерам здесь бывает достаточно много народу. И даже бывает свободный столик не найти. Наша аудитория приходит. Здесь случайных людей практически нету. И в этом может сказать даже наша фишка. Главное в заведении вкусная еда и удачная концепция, считает известный омский ресторатор Татьяна Семикина. Одно из ее заведений существует более десяти лет. Все во французском стиле. Интерьер, еда, музыка, даже картины и те привезены из Парижа. Концепция не меняется уже несколько лет. За исключением новинок меню. Эта стабильность и привлекает постоянных и новых клиентов. Мы даже попытались сменить наше музыкальное оформление на более современную музыку. На лаунж мы переходили, на многие форматы. И гости, которые к нам приходят, был такой шквал негативных отзывов, что мы идем на вашего Джо Де Сена. Мы идем на вашу атмосферу, которая годами уже сложилась. Четкое позиционирование, оно и привлекает людей. Они уже приходят, они знают, что они здесь получат. Эксперты считают, это неудивительно. Сейчас клиент найдется на любое заведение. Главное занять свою нишу. Люди четко совершенно понимают. Давай мы сходим туда поедим, туда мы сходим выпьем, туда мы сходим попеть каких-нибудь любимых песен, или там что-нибудь, покатать какие-нибудь шары. Например, это нормально. Сегментированный рынок – последняя тенденция в общественном питании. Бизнесмены занимают определенные ниши. Например, открывают лапшичные. А в будущем, говорят эксперты, рынок заполнится так называемым стрит-фудом и кафе, где подают блюда из местных продуктов. Но свои клиенты будут и в классических заведениях. Главное, говорят специалисты, не смешивать, например, караоке с кофейней. Юлия Боброва, Константин Демиденко, Алина Штарк, Павел Теунов. Новости здесь, Омск.